Набираем 1000 лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Пресс-конференция перед ответным матчем с Аталантой в 1-8 финала Лиги Чемпионов. В случае без голевой ничьи вы сегодня пройдете в следующий этап. Как будете подходить к игре? Мы неплохо сыграли, теперь у нас довольно выгодное положение, но мы понимаем, что дело еще не сделано и чтобы пройти дальше, нужно точно так же сыграть дома. Би, что вы можете сказать о следующем сопернике? Вы только что обыграли арсенал и теперь вас ждет игра с более слабой командой. Как вам кажется, насколько агрессивно будет играть Аталанта? Против нас можно попробовать играть агрессивно, только это ни к чему не приведет. С учетом нашей недавней победы, они могут попробовать вступить в силовую борьбу, но мы дадим отпор. В последнее время ваша команда находится в прекрасной форме. Как вам кажется, вы сможете сохранить ее в предстоящих матчах? Да, мы неплохо провели отрезок сезона, но мы можем играть еще лучше и в скором времени вы это увидите. Всем привет, ребята, с вами Локи, мы продолжаем карьеру за Манчестер Юнайтед Фифа 21. И сегодня серия у нас стартует с ответного матча Лиги Чемпионов против Аталанты. В прошлом матче с ними мы сыграли, если я не ошибаюсь, 2-2. И игра была весьма напряженная, Аталанта показала хорошую игру. И теперь мы будем уже биться с ними у нас дома. Как мы видим, Криштиану Роналду пока что находится на шестом месте в бомбардирской гонке. У него 5 голов, Торган Азар на первом, у него 8, недалеко Кевин Дебрюйне. Мы, к сожалению, в чемпионате отпустили Тоттенхэм, отпустили немножко Манчестер Сити. И пока идем третьими. Поэтому, скорее всего, до конца этого сезона мы будем стараться играть хотя бы в тройке. И не упасть ниже. Также нас ждет еще полуфинал Эмирейтс Кап. Карабао Кап мы с вами выиграли. В общем, продолжаем биться за трофеи. И посмотрим, сколько их мы сможем завоевать в концовке сезона. Ну а теперь, ребята, усаживайтесь поудобнее. Наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки. Прожимайте обязательно лайк. И также, если вы новенький, подписывайтесь на канал. Прожимайте колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео. Давайте отправляться на игру. Вот такие вот стартовые составы выходят на этот матч. И мы, ребята, начинаем. Мы смогли обыграть Арсенал в четвертьфинале Эмирейтс Кап. За счет этого вышли в полуфинал. И там мы встретимся, если я не ошибаюсь, с Ливерпуля. Ну и сейчас нужно на положительных эмоциях постараться пройти Аталанту. Два гола, завитых на выезде, пока выводят нас в свой четвертьфинал. Но любой гол Аталанта сейчас может создать нам довольно много проблем. Мы видим другие пары. Одной восьмой. Здесь тоже в некоторых матчах еще не все ясно, кто же пройдет дальше. Ну и дома при своих трибунах мы должны, ребята, все-таки побеждать. Прозвучал гимн Лиги Чемпионов. Мы, ребята, начинаем с центра поля. Криштиану Роналду с пятью голами делает пас на Бруно Фернандеша. Эта связочка уже не раз помогала нашей команде. Посмотрим, что сегодня они смогут показать в этом матче. Неплохо. Бруно Фернандеш. Первый удар по воротам. И мяч немножко свалился с ноги. Как раз-таки ассистировал Криштиану Роналду здесь Бруно Фернандешу. И тот пытался поразить дальний угол. Но, к сожалению, для нас он не оказался точным. Здорово. Варан очень здорово подставил ногу. И тут же мы пытаемся выйти в быструю контратаку. Это Санчо Бруно Фернандеш. Видит он поле Погба. И тот на скорости, на длинном шаге залетает в штрафную соперника. Поль Погба. И 1-0. Вот так вот, ребята. Поль Погба решает свой момент. И отправляет соперника в нокаут. Вот этот гол сейчас весьма важен для нашей команды. Но, ребята, голы Аталанты пока что ценятся значимее, чем наши. При счете 2-2 в этой встрече нас может ждать дополнительное время и серия 11-метровых. Но пока, ребята, мы впереди. И здесь поле Погба на технику исполнил все великолепно. 16-ая минута. Четвертый гол поле Погба. И мы, ребята, продолжаем. Штрафной удар в исполнении Аталанты у нас 19-ая минута. И я скажу так, что Аталанта сейчас на выезде играет как-то поскромнее, чем у себя дома. Но оно и понятно при своих трибунах играть гораздо удобней. Бруно Фернандеш. И ждет он забегания Маркуса Рэшфорда. Рэшфорд сейчас на фланге. Можно сыграть снова в центр. И вот здесь не очень удачная передача. И тут же контратака Аталанты. Молниеносно они несутся в атаку. Это Сапата. 26-ая минута. Ну и Магуайр в чистую мяч отнимает. Хорошо. Можно немножко подуспокоиться. Бруно Фернандеш. Пас получает от Криштиану Роналду. Бруно Фернандеш и 2-0. Ну вот так вот уже мы показываем характер. И Бруно Фернандеш увеличивает превосходство Манчестер Юнайтед. Ну вот сейчас игра идет великолепно после победы над Арсеналом. Наша команда справляется. Я честно сначала подумал, что здесь наоборот. Бруно Фернандеш на Криштиану Роналду делал пас. Но нет. Все было наоборот. И у нас сыграла португальская связочка. Роналду и Бруно Фернандеш. 30-ая минута 2-0. Ну вот так вот в первом матче Аталанта вела. Сначала со счетом 2-0 и мы отыгрались. Ну а сейчас уже вышли вперед мы. Но нам главное не дать отыграться Аталанте. И снова Варан. Сегодня наши центральные защитники играют очень здорово. Это Фред. Видит забегание Маркуса Решфорда. Решфорд. Можно подавать на дальнюю. Роналду. У него мяч снимают с головы. Но мы продолжаем идти вперед. Это Ван Бисака. Пас на поле Пугба. И вынимай третий. Я думаю, друзья, здесь уже становится все понятно. У себя дома мы победу не отдадим. Дубль. Поле Пугба. Бруно Фернандеш. Голевая передача. Ну и здесь все было спокойно разыграно. Ну а Аталанты шансов, к сожалению, для них нет. У нас, ребята, выходит Райс вместо Поле Пугба. Они меняются с Фредом немножко местами. А также появляется Джеймс вместо Санчо. Даем сейчас отдохнуть ребятам, которые устали. Ну и я думаю, все-таки в первом тайме мы комфортный для себя результат сделали. Так что сейчас можно проводить замены. Маркус Рэшвард. Передача на Криштиану Роналду. Это хороший выход. Криштиану надо забрасывать в дальний. И чуть-чуть сильным получается этот парашют. К сожалению, Роналду забить не сумел. Еще одна замена. Опасный заброс на правый фланг. Скидка грудью. Дехея спасает. Сейчас Аталанты начинает поддавливать. Примерно 15 минут остается до конца. Штрафной в исполнении Аталанты. Подача. В нашу штрафную. Вот сейчас может быть опасно. Ай-яй-яй-яй. Продавили Магуайра. Здесь Варан бьет по ногам и арбитр указывает на точку. Но чуть запаниковали. Пытался я вынести, а в итоге мяч потеряли. И Варан вместо выноса решил вынести просто игрока Аталанты. Ильич получил по ногам. Именно он подходит к точке 11-метрового и укладывает мяч под перекладину. Это 3-1 и 5-3 по сумме. Но здесь, мне кажется, даже если бы Дехея прыгнул в сторону удара, то вряд ли бы он вытащил из-под перекладины. Еще одна атака Аталанты. Здесь Варан выставляет ногу. У нас угловой замена. Последняя замена, которую мы могли использовать, у нас выходит Кавани вместо Криштиану Роналду. Но это, так скажем, замена. Немножко потянуть время. Дать немножко Роналду отдохнуть. И Кавани как раз сейчас вступил в отбор. Именно он смог вынести мяч. Но Аталанта во втором тайме действует весьма неплохо. Мне кажется, просто мы смогли в первом тайме реализовать свои моменты. А во втором игра, мне кажется, уже изменилась в сторону соперника. И снова момент. И Дехея каким-то чудом вытаскивает этот мяч. Сейчас счет мог снова измениться. Переиграли уже добавленное время. Кавани. И все. Мы, ребята, выходим в четверть финал Лиги Чемпионов. На кого мы там попали пока неизвестно. Ну а сейчас мы будем возвращаться в чемпионат и будем продолжать борьбу за высокие места. Смотрим на результаты других матчей. Мы проходим Аталанту. Ливерпуль уступает Атлетико Мадрид 3-4 по сумме матчей. Барселона проходит Дортмундскую Боруссию. Севилья уступает Ювентусу. Интер уступает Манчестер Сити. Челси обыгрывает Баварию. Реал Мадрид уступает ПСЖ. И Лацио проходит Порту. Сейчас у нас, друзья, игра против Фулхама, которые идут на 13-м месте. Снова такой весьма неудобный соперник. И снова мы вынуждены ротировать состав. Вот так вот он выглядит. Состав Фулхама также на ваших кранах. Ну и, ребята, поехали. В последнее время именно с такими командами нашей команде играть сложнее всего. Потому что мы делаем на такие матчи ротацию. И не всегда получается резервным составом обыграть соперника. Ну а клубы, которые выходят играть против нас, наоборот, заряжены максимально. И готовы выгрызать мяч вместе с ногами. И сразу же опасный заброс. Но здесь Вильямс успевает. Вот уже и наши защитники с первых минут вступают в борьбу. Далековато. Антони Марсиалис отпустил мяч. И мне кажется, этот матч не будет простым. Хорошо. Магуайр выставляет ногу. А сейчас открывается Кавани. Нужно реализовывать этот выход. Кавани бьет поворотом. И не попадает в створ слева. Хорошая передача на Уильямса. Тот уже в штрафной. Нужно простреливать. И здесь успели защитники и голкипер. Джеймс. Подача. Кавани. Красотища, ребята. По дуге залетает мяч. И Кавани просто вколачивает его в сетку ворот Фулхама. Ну вот, в первой атаке у него не получилось забить. А здесь он от души вложился. И очень важный гол забивает сейчас наша команда. Ну и так получилось, что Кавани оказался между двумя защитниками. И смог забить свой пятый гол в чемпионате. На 1-0. Можно пробить. Удар Кавани. Тащит голкипер. Еще одна подача. И здесь Ореуля играет кулаками. Джеймс. Дальний выстрел. Свалился мяч с ноги. Фулхам в атаке. Опасный заброс мяча. Здесь не было офсайда. Хозяева сейчас раскатывают нашу оборону. Передача в центр. И... Какое пенальти? Арбитр. Игрок Фулхама даже не упал. Просто... Фредди Бист не понимает просто, что происходит. Я, честно сказать, тоже не понимаю, что происходит. Но Хендерсон спасает. Есть справедливость, ребята. Снова передача на Джеймса. Джеймс. Сейчас один в один. Можно попытаться обыграть. Джеймс прокидывает мяч. Кавани. И удар с левой в дальний. И Кавани делает дубль. Но и Джеймс красавчик. Сегодня два этих парня показывают настоящую красоту. Да, может быть, немножко вот здесь Джеймсу повезло. Он проскочил с мячом. Но Кавани исполнил с левой. Не берущийся удар для голкипера. И шестой гол Кавани на 43-й минуте. Первый тайм сложился для нашей команды весьма неплохо. Мы смогли забить первый мяч. Потом был 11-метровый в наши ворота. Хотя, лично на мой взгляд, ну там ничего не было криминального. Но, тем не менее, наш голкипер спас. И тут же в следующей атаке мы смогли забить второй. Выходит Хендерсон. И спокойно забирает мяч. Снова пас на Лукмана. Вся игра идет через него. Здесь Уильямс. Не дал сделать передачу. Вот сейчас пошла подача в штрафную. И снова Хендерсон спокойный. Там левый фланг совершенно один. Находится Джеймс. Передача в центр на Кавани. Снова они вдвоем проводят атаку. Но нужно, чтобы кто-то помог. Донни Ван Дебек. Классно открылся, но слишком сильная передача. И в итоге Ореоля забирает мяч намертво. Удар поворотом. Снова Хендерсон, ребята. Хендерсон сегодня в порядке. Опасный момент. Хендерсон. Просто фантастика. Лофтус Чик бил поворотом. Сколько моментов сегодня было у Фулхэма. И сколько раз спасал нашу команду Хендерсон. Еще момент. И все спокойно. И быстрее туда, к центру. Хорошо. Еще удар. И снова Хендерсон в игре. Мне кажется, Хендерсону сегодня нужно давать просто лучшего игрока этой встречи. Он сегодня очень много раз спас нашу команду. Кавани! Джеймс! И был офсайд! Да, здесь хорошо Кавани поборолся. И в принципе мог идти и сам дальше. Но мяч просто отскочил к Джеймсу. Звучит финальный свисток. Это победа. Весьма тяжелая. Много моментов создал Фулхэм. Но стоит отдать должное, конечно же, Хендерсону. Он потащил пенальти. Он спасал кучу раз. И я думаю, вашего лайка он точно заслужил. Мы, друзья, по-прежнему на третьем месте. У нас 69 очков. Но у нас, как и у Тоттенхэма, игра в запасе. Так что, если мы сейчас выиграем, мы сможем обойти Манчестер Сити. И как минимум, хотя бы выйти на второе место. Нам сейчас будет противостоять Эвертон. Наша команда в отличном состоянии. Вот такие вот стартовые составы. Играем мы дома. Ну и, ребята, поехали. Мы, друзья, принимаем Эвертон у себя дома. Они пока идут на десятой строчке. И тоже борются за места Лиги Европы. Как я понимаю, на следующий сезон им тоже нужны очки. И матчей осталось не так много. Но, ребята, борьба будет идти, я чувствую, до самого последнего тура. Да, мы смогли в Крабау Кап обыграть в финале Тоттенхэм. Но они сейчас лидируют в чемпионате. И мы никак не можем к ним приблизиться. Кто хотел интригу, вот она, ребята. Вот она самая настоящая интрига. И даже победы, которые иногда мы завоевываем с крупным счетом, не всегда помогают лидировать в чемпионате. Рэшфорд здорово развернулся. И вот здесь хотел я сделать пас на Люкашоу. Но в итоге он почему-то пошел на Криштиану Роналду. Роналду здорово. Рэшфорд залетел в штрафную. Можно простреливать. Но вот пас оказался не очень точным. И Варан молодец. Без нарушения правил. Отнимает мяч. Тут же Бруно Фернандеш, Криштиану Роналду. И какой подкат. Удар по воротам есть. Здесь Дехея спокоен. Хороший пас на Ван Бесаку. Нет никакого офсайда. Ван Бесака несется в штрафную. Нужно подавать. Подача есть. И Роналду как-то неуклюже пробил по мячу. Тот ему в колено попал. И в итоге до опасного удара дело так и не дошло. А это уже Ришарли Сан. Пытается раскачать Магуайра. Ришарли Сан. У нас идет последняя 10 минутка первого тайма. Это Санчо. Снова передача на Ван Бесаку. Ван Бесака в штрафной прострел. Да Роналду мяч не дошел. И он указывает на точку. Неужели в руку попадает футбольный снаряд? Ну, с этого ракурса очень сложно разглядеть. Возможно, мяч от Рикошетив попал в кулак. Криштиану Роналду подходит к мячу. Разбег. Удар. Раскидали по углам. И это, ребята, 1-0. Ну, вот не только в наши ворота ставят какие-то непонятные 11-метровые. Но здесь Роналду реализует свой момент. И мы, ребята, выходим под занавес первого тайма вперед. Роналду тащит мяч сам. Можно бить в дальние. И Пикфорд спокоен. Тоттенхэм пока что играет в ничью 1-1. Для нас это тоже весьма важно. Пускай они хотя бы... Если сыграют в ничью, то 2 очка точно потеряют. И у нас появятся шансы хотя бы приблизиться к ним. Санчо на правом фланге набирает скорость. Можно подавать. Но Динь здорово накрыл этот... Паштрафную. Опасный выход Ришарлисона. Раскачивает он здесь. Люка Шоу. Почему не переключила на поле Погба? Удар поворотом и мяч в сетке. Ну, ребята, здесь в этой атаке чувствовалось, что... Дело пахнет жареным. Ришарлисон сравнивает счет на 60-й минуте. Ну, вот здесь мяч просто катится к полю Погба. Его в итоге откидывает куда-то назад. Варан тоже проскочил мимо. В общем, FIFA захотела забить. Она забила. У нас ничья. И полчаса остается до конца этого матча. Еще одна атака. Еще один удар. И Эвертон забивает второй. Вот так вот, друзья. Растеряли мы свои три очка. По ходу этого матча Эвертон переворачивает игру. И снова как-то все довольно просто. Карея расстреливает ворота Дехей. У нас Санчо уступает место на поле Антони Марсиалю. А также у нас выходит МакТоминай. Вместо поля Погба. МакТоминай. Ну же, забить. МакТоминай. Роналду надо забить. И Роналду прошивает мяч в сетку. 2-2. Ну, что называется, доверного разыграли. Давайте еще выйдет Гринвуд. Вместо Рэшфорда. Есть еще пять минут. И Роналду оформляет свой тридцатый гол в чемпионате. Хороший пас на Гринвуда. Он свеженький. Несется в штрафную Гринвуд. Прострел. И, к сожалению, здесь мяч отскакивает к Пикфорду. Две минуты добавил главный арбитр. Неточный пас Бруно Фернандеша. И у нас, ребята, ничья. Это 2-2. К сожалению, только лишь одно очко получилось добыть в матче против Эвертона. Но, надеюсь, что серия вам понравилась. Поддержите ее лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok